С 1918 года на территории Казахстана проходила гражданская война. Ранее произошла социалистическая Октябрьская революция, которая установила народную власть практически на всей территории бывшей Российской империи, причем в основном мирным путем. Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, состоящих, как ни странно, из рабочих крестьян и солдат, приступали к строительству нового общества, которое было не всем выгодно. Именно эти силы, а на просторах нашей страны это было, как правило, казачество, свергали еще слабо организованные органы народной власти, ни церемония с ни с русскими, ни с казахами. Война хоть и не нанесла нашей родине такого ущерба, как в центральных регионах России, но значительно ослабила и так скромный хозяйственный потенциал, разорвала связи, усложнила переход к нормальной жизни. Разрушения тормозили грядущие созидания. Примечательно, а для кого-то это будет новостью, но революцию в наших краях творили как раз местные жители, именно казахи в тесном сотрудничестве с беднотой других национальностей, русскими и украинскими переселенцами татарами. Местные органы временного правительства в Казахстане, опираясь на кулаков верхи казачества и определенную часть байства казахского аула, поддерживаемые политическими партиями буржуазного и мелкобуржуазного толка, продолжали грабить трудящихся, возложили на них бремя империалистической войны. Второй властью в стране, в том числе в Казахстане, были советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, представлявших собой, по определению Владимира Ильича Ленина, революционно-демократическую диктатуру рабочих и крестьян, которая опиралась не на закон, изданный центральной государственной властью, а на революционный захват на непосредственный почин народных масс снизу. Снизу, то есть простыми людьми. Еще до Октябрьской революции на родину вернулось около 150 тысяч солдат-фронтовиков и участников тыловых работ, против привлечения на которые и сражался, кстати, Амангельды Иманов. Один из них, Жусуп Бабаев, впоследствии писал следующее. «Мы принесли в аулы ненависть к временному правительству и сознание необходимости самостоятельной организации бедноты и батрачества. Мы принесли с собой вести о борьбе русского пролетариата за власть советов». Чернорабочие, тыловики, активная молодежь организовывала множество союзов и групп, таких как Объединенный союз мусульманских рабочих города Верного – союз чернорабочих, Рабочий союз в Джаркенте, союзы мусульманских трудящихся и Тифаки. А общественными и политическими деятелями из низов на стороне советской власти после революции были Джангильдин, Сейфулин, Сутюшев, Асылбеков, Серикпаев, Майкутов, Иманов, Рыскулов и многие другие. То есть советская власть в Казахстане опиралась не на жидом масонов и русских захватчиков-имперцев, а на трудящийся народ. Заграничные захватчики и сторонники русского мира, к слову, были как раз на другой стороне. И мы не стремимся отрицать, что жестокость, применение силы гражданским и случаи грабежей были и со стороны красных отрядов, которые во многом были представлены партизанскими формированиями ввиду отсутствия четких фронтов. В том числе действовала и продразверстка, направленная на покрытие нужд фронта и предотвращение голода в городах. Нужно понимать, что война – грязное дело. Другой вопрос – в чьих интересах ведутся боевые действия, кто являлся зачинщиком и какой итог ждет каждая из сторон. По факту, гражданская война отбросила и без того слабую экономику назад. Уровень валового производства по сравнению с 1913 годом сократился вдвое. Добыча нефти и производства, средств производства упало вдвое. Угля – в пять раз, а добыча меди прекратилась совсем. Из 307 национализированных крупных предприятий 250 не работали. Крах наступил и в сельском хозяйстве. Посевные площади сократились в три раза. Поколовье скота с 29 миллионов до 16. А в довершении была разрушена транспортная система. На тысячу километров приходился в среднем один – один километр железной дороги. То есть того, чего и так по сути не было, еще и разрушила война. Не большевики, а война, начатая белогвардейцами. А до нее, не будем забывать, была Первая мировая война, в те времена справедливо называемая империалистической. Вступив в нее экономически отсталой, Россия к началу 1917 года, после 30 месяцев военного напряжения, переживала глубочайшую хозяйственную разруху. Развал промышленности, упадок сельского хозяйства, топливный и транспортный кризис, голод. Империалистическая война вызвала хозяйственную разруху не только в России, но и в других участвовавших в войне странах. Однако нигде эта разруха не была столь глубокой, как в царской России, которая к концу войны потеряла 60% народного богатства по сравнению с 1913 годом. За переход к мирной жизни и построение хозяйственных связей на закате гражданской войны отвечал Каз Ревком, а его главной задачей явилась подготовка условий для созыва учредительного съезда Советов Края с целью образования советской государственности казахского народа. И по итогу 26 августа 2020 года была образована Киргизская, то есть казахская, автономная советская социалистическая республика. В экономическом плане конец гражданской войны ознаменовался с одной стороны, то есть сверху, укреплением командно-административной системы для усиления целенаправленных усилий по поднятию общего народного хозяйства, а с другой стороны, введением новой экономической политики, НЭПа, для стимулирования производственных и торговых инициатив снизу. Продразверстка была заменена продналогом, который был в два раза меньше, а НЭП преследовал следующие цели. Политическое. Снять социальную напряженность. Укрепить социальную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян. Экономическое. Предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. Социальное. Обеспечить благоприятные условия для построения социалистического общества, не дожидаясь мировой революции. Важными решениями советской власти являлись мероприятия по земельно-водной реформе, для устранения царских ошибок, суть которой заключалась в возврате казахских земель, изъятых для сибирского и уральского казачьих войск, в Прииртышье и по левому берегу Урала, а также земель в Семеречье и Южном Казахстане. Крестьянам досталось 1 миллион 385 тысяч десятин земли. В апреле 1921 года был издан декрет о возврате трудящимся казахам земель, переданных царизмом сибирскому и уральскому казачьим войскам. Еще раз, одним из первых решений по Казахстану у коммунистов было вернуть землю казахам. По этому декрету казахские крестьяне получили в Прииртышской полосе более 170 тысяч десятин земли и по левому берегу Урала свыше 208 тысяч десятин. А между тем, наряду с описанными ранее потрясениями, зимой 21 года случается страшный джут, а летом того же года ужасная засуха, что на общем бедственном фоне вызвало голод. Тот самый голод еще 20-х, в котором, как мы все знаем, виноватыми оказались исключительно большевики. Стоит отметить, что коммуникации в силу времени и разрушенных войной связей были крайне слабы в то непростое время, и обмен информацией, как с центральными органами власти, так и между регионами, проходил часто с промедлением и в искаженном виде. Поэтому масштаб надвигающейся катастрофы был оценен не сразу. Более того, страна, которая только что сформировалась, повсеместно испытывала схожие трудности. В частности, на первых ролях был знаменитый голод по Волжье. Беженцы откуда усугубляли и так непростую ситуацию в округе. Именно оттуда массы голодающих людей, обездоленных войной, текли к нам, потому что Сибирь и Дальний Восток были еще и ареной боевых действий с белыми, как отмечал председатель КАСЦИК Мендешев 8 марта 1921 года. Стихийное переселение из центра России и других голодающих окраин Туркестанского края принимает катастрофические размеры. Поэтому следует принять строгие меры выдачи ходатайств переселенцам и отдельным лицам, разрешение на проезд по железной дороге и въезда в Казахскую республику. Приверженцы антисоветской пропаганды неустанно отмечают первой и главной причиной голода действия советской власти. Через запятую. На скорую руку перечисляя такие мелочи, как засуха, джуты, послевоенная разруха и так далее. В то время как основными факторами, что должно быть понятно любому грамотному человеку, являются именно определяющие экономические и природные причины, и только отталкиваясь от них, можно судить о действиях властей. Что же мы видим изначально? Страна, буквально только что пережившая отчаянный кризис гражданской войны, вызванной желанием власть имущих удержать право собственности, обездоленная, разрушенная и неграмотная. Испытывает сначала неурожай 1920 года, затем, на нашей территории, джут зимы 21 года, а после засуху в это же лето. В Актюбинской области сильнейшая засуха охватила до 87% территории, в Уральской и Букеевской областях до 80%, а в Костанайской 64%. Вдумайтесь! От засухи 1921 года пострадал 31% от общего количества засеянных пшеницей земель. Те регионы, которые являлись основными поставщиками зерна, истощились более всего. В общем же, засуха нанесла урон почти миллиону десятин земли. Валовые сборы зерна сократились практически в три раза в сравнении с 1914 годом. Убыль скота фиксируется с 29 миллионов 700 тысяч голов в 1917 году до 6 миллионов 200 тысяч в 21-м. То есть без всяких коллективизаций мы лишились 80% поголовья. Профильные ведомства тогда упоминали, что даже при среднем урожае частичный голод был неминуем, а урожай был намного хуже среднего. И масштаб голода был далеко не средний. Из отчетов 1924 года. Батраки устремились в Акмолинскую область, жили в полуразрушенных сооружениях, хлевах, питались коренними овцом-падалью, травой. Петропавловск оказался перегружен беженцами. В 1922-23 году стали сниматься с мест коренные жители и уходить в сторону России, Украины или Всемиреченскую область в поисках лучших условий. А навстречу им устремлялись голодающие по Волжье. Надо понимать, что бедствие не было локальным. Оно охватывало широкие территории и миллионы людей. В то же время связь и коммуникации были еще до конца не сформированы. Управленческий инструментарий был слаб и зависим от действий на местах, а ресурсы ужасно ограничены. Препятствовать людским потокам не было никаких возможностей, а именно на беженцев приходился основной удар. В царские времена священного, но незрелого рынка все эти людские массы были предоставлены сами себе и сейчас действовали по привычке. Сами по себе, зачастую препятствуя организующим действиям советской власти. Планирование оседлась, знаете ли. Кроме того, буйным цветом процветала спекуляция. Или думаете, среди крестьянского населения было мало желающих нажиться на дефиците продовольствия? Речь, конечно же, не обо всех, а об интересах определенной категории, которая ради своей наживы продавала и перепродавала зерновые и иные продукты, пользуясь ситуацией. К слову, 21 марта 1921 года продразверстка, изымающая хлебные излишки, была заменена продналогом, который предполагал фиксированный сбор произведенных сельхозпродуктов, согласно установленным нормам в зависимости от площади запашки и иных присущих хозяйственной деятельности факторов. Катастрофически слабо поступает налог в некоторых губерниях северо-западного района, особенно Псковской и Новгородской, несмотря на налаженность продаппарата. Менее катастрофически, но все еще весьма слабо сдают налог на юге Украины, восточных губерниях Тергизии, в Сибири и Туркестане, которые, впрочем, наряду с северными губерниями Вологодской и Архангельской, Зырянской областью и Карелии, приступили к сбору только в середине октября. Слабость поступления продналога объясняется преимущественно стремлением крестьян, главным образом кулаков, удержать у себя хлеб для продажи его на рынке по высоким ценам. Именно этим стремлением крестьян объясняется их бешеная погоня за облигациями хлебного займа, отмечающаяся всюду, где возможность сдавать их в зачет продналога становится деревнеизвестной. Особенно эта погоня наблюдается в губерниях центрального северо-западного районов. Сравнительная слабость сдачи продналога облигациями в других районах объясняется исключительно лишь огромным недостатком и зачастую полным отсутствием их в местных отделениях Госбанка. На рынке облигациями спекулируют по 6-7 миллионов и не составляет редкости случаи, когда крестьяне из довольно далеких губерний ездят за облигациями в Москву, лишь бы только не сдавать продналога натурой. Его общая величина на 1921 год составляла 240 миллионов кудов зерновых, в то время как продразверстка изымала в полтора раза больше. А если у кого-то возникнет вопрос, зачем вообще облагать крестьян продналогом, задумайтесь, чем питаться рабочим и служащим в городах? Чем кормить тех же голодающих? Однако, несмотря на весьма значительную тягость единовременной и немедленной уплаты продналога, в республике долженствуют быть отмеченными целые группы губерний, где продналог не вызывает недовольства и порой, более того, встречается даже сочувственно. На первом месте в этом отношении стоят, несомненно, Чувашская и Вятская области. И Башкирская республика, бедняки коих, сдающие продналог совершенно добровольно, остаются без хлеба и вынуждены вновь голодать. Далее можно отметить сочувственное отношение к продналогу у западных губерний Киргизии, удовлетворительное в западном крае, за исключением, впрочем, Витебской губернии, добровольная сдача хлеба бедняками Череповецкой губернии и, наконец, отсутствие недовольства продналоговым сбором в Курской губернии. За исключением этих перечисленных районов сбор продналога всюду встречается резким, открытым недовольством и прямой враждебностью. Таким образом, зачастую более богатые в продовольственном плане области старались избежать уплаты продналога. Так, самых зашиточных крестьян не беспокоили нужды голодающих соседей. Немного цифр для понимания картины. Реальный сбор по продразверстке на весну 2021 года равнялся 4,7 миллиона пудов. При том, что только на голодный продпоек и семенной фонд нужно было около 22 миллионов. План был выполнен менее чем на 20%. План нацелены на спасение жизней. Как уже упоминалось, для стимулирования товарного обмена и производственной деятельности был введен всем известный НЭП – новая экономическая политика, которую наши правые провозглашают доказательством несостоятельности социализма и безальтернативности рыночной экономики, когда это был лишь необходимый инструмент низового саморегулирования во время становления административно-плановой системы. Была отменена трудовая повинность, разрешались свободы торговли, аренда земли, применение наемного труда, поощрялось развитие кооперации, стал широко использоваться хозрасчет. Таким образом, причины голода 1921-1922 годов кроются в экономической несостоятельности предыдущей власти и развязанных ей войнах с наложением природно-климатических факторов. Теперь к масштабам. Голодало около половины населения республики. Четких данных нет, так как статведомства только формировались, сбор данных был затруднен ввиду плохой коммуникации. Ситкали Мендешев 8 июля 1922 года озвучил цифру в 2 миллиона 832 тысячи голодающих, хотя статистика, приведенная Шмидтом, которого сложно обвинить в темпатиях советской власти, показывает на миллион меньше даже с учетом детей. Ситуация усложнялась с чудовищной миграцией, когда переселение огромных масс беженцев в ранее благоприятные районы включало и их в группу риска. К примеру, Акмолинская область не была включена в список голодающих просто потому, что ее положение было чуть лучше остальных, но тем не менее бедственным. Голодающими признавались уезды, где среднедушевая урожайность составляла менее шести пудов. Территории, охваченные голодом в казахской АССР, были следующие пять губерний – Оренбургская, Уральская, Кустанайская, Актюбинская, Букеевская и Адаевский уезд. В столь критический момент ЦИК КАЗ АССР обратился к сельчанам с просьбой не переселяться за пределы республики, в частности в РСФСР и Украину, чтобы не вносить еще больший дисбаланс и не разрушать хозяйственную систему. Тогда как люди снимались поселками и шли в еще более голодающие регионы или заполняли города и без того нуждающиеся в продовольствии. В докладе комиссии помощи голодающим КАЗ АССР ситуация отражена достаточно реалистично. Земледельческое население, как первый свидетель будущего урожая, убедившись, что благоприятных результатов от посева ждать не приходится, запасов хлеба или материальных ресурсов нет, стало быстро сниматься с постоянного места жительства, ликвидируя кое-как остатки хозяйств и обратилось в паническое бегство. Появление такого рода беженцев в городах, скопление на железнодорожных станциях и беспорядочное перемещение караванов-переселенцев в разных направлениях по Казахской ССР были показателем, что неизбежное бедствие началось. Усилились эпидемические заболевания, увеличилась детская беспризорность, одновременно с признаками голода начала развиваться холерная эпидемия. Вскоре дошедшая до угрожающих размеров, пришлось напрячь неимоверные усилия для ликвидации эпидемии, чтобы подготовиться к борьбе с голодом. Вспомните любой из случаев паники при чрезвычайной ситуации Массы беженцев устремлялись в относительно благополучные Акмолинскую и Семипуатинскую губернии, достигнув 472 тысячи человек на март 2022 года. Надо ли отмечать, что в ходе миграции остатки имущества и инвентарь продавался за бесценок тем же баем и кулакам? Надо ли докладывать, что все это сопровождалось серьезным ростом преступности, спекуляции, мошенничества, злоупотреблений части недобросовестных новоявленных чиновников? И надо ли говорить о том, что молодая советская власть как могла препятствовала этому? А фигуранты дел сейчас – это жертвы режима. Чем же еще, кроме бессудных расстрелов невинных и выбивания последнего куска хлеба у умирающих с голода, занималась эта власть? Пока невидимая рука рынка обдирала переселенцев, вынужденных продавать все до последней одежды, были организованы общественные работы, а также различные производственные артели, которые снабжались инвентарем, денежными средствами и протпайком. Для увеличения ресурсов на борьбу с голодом была организована в краевом масштабе неделя сбора пожертвований для голодающего населения, давшая свыше 1400 пудов продукции и 166 миллионов рублей деньгами. В экстренном порядке 18 июля 1921 года была создана правительственная центральная комиссия помощи голодающим «Комгол», которая выясняла масштабы голода, формировала меры для его преодоления и занималась непосредственной борьбой с ним. К примеру, в Актюбинской области было предпринято следующее. 1. Обложение налогами промышленных предприятий до введения общегражданского налога. 2. Налоги на всевозможные игры. 3. Двухпроцентное отчисление с кооперативных организаций при производстве товара обмена. 4. Ежемесячное отчисление в пользу голодающих и сжалования служащих и рабочих. 5. Получение средств от устройства спектаклей и вечеров. 6. Организация в голодных властях столовых, киргизских властях и русских, где нельзя будет открыть столовые, продукты будут выдаваться на руки. 7. Прикрепление голодных властей Петропавловского уезда к благополучным, путем разбивки уезда на 4 района. Также прикрепление производится и в остальных уездах губернии. 8. Сделан призыв к населению губернии о пожертвовании скотом и сырьем. Результаты нужно ответить удачные. В Акмалах 40 колокольцев. 9. Открыты столовые в Петропавловске 3 на 400 человек, в Акмолинске на 250, в Адбасаре 300, в Акчетаве 600. Всего на 5150 человек. 10. Обратите внимание на прикрепление властей. В целом осуществлялась привязка голодных регионов вплоть до губерний к более сытым, то есть небывалое централизованное администрирование, которое спасло множество жизней. Или зря. Может, люди лучше бы сами тогда порешали? Наверное, больше бы выжило без вмешательства властей и против налогов, продналогов. Ну, во всяком случае, выжившие бы точно самыми успешными оказались. Внутри голодающих губерний собирались продукты по внутреннему налогу. Таким образом, было собрано больше 33 тысяч пудов хлеба, 196 тысяч пудов мяса. Отчисления от заработка рабочих и служащих принесли 82 тысячи пудов продуктов и 5 миллионов 750 тысяч рублей. Денежные средства давал также и центр в 7 миллионов 420 тысяч рублей. Голодный протпоек включал в себя 4 килограмма хлеба, 2 килограмма 400 грамм крупы и 1 килограмм 600 грамм мяса в месяц, что, как вы понимаете, совсем не густо. Но если мы обратим внимание на масштаб, то с ноября 2021 года по май 2022 года, в самый пик, было роздано 1 миллион 810 тысяч пайков, что составляло тысячи тонн продуктов. Помимо этого, шло снабжение одеждой, обувью и предметами первой необходимости. В кочевых районах открывались питательные юрты. 22 августа православный патриарх Тихон обратился к верующим. Величайшее бедствие поразило Россию. Пажите и Нивы целых областей ее бывших ранее житницей страны и уделявших избытки другим народам сожжены с солнцем. Жилища обезлюдили и селения обратились в кладбище непогребенных мертвецов. Кто еще в силах бежит из того царства ужаса и смерти без оглядки, повсюду покидая родные очаги землю? Ужасы неисчислимы. Во имя и ради Христа зовет тебя устами моими, святая церковь, на подвиг братской, самоотверженной любви. Спеши на помощь бедствующим с руками, исполненными даром милосердия, с сердцем полным любви и желанием спасти голодающего брата. Хм, молитвы были услышаны. Властями было произведено насильное изъятие церковных ценностей, реализация которых за границей принесла только КАЗ АССР 27 вагонов хлеба. Летом 1921 года молодое советское правительство запросило помощи у заграницы. И она пришла. Такие организации, как АРА, Меробкомпомгол при Коминтерне, Комитет помощи Нансена, Миссия помощи Папы Римского, Красный Крест и так далее, все они сыграли немаловажную роль в помощи голодающим. Параллельно велась напряженная борьба на фронте здравоохранения. Открывались стационары, профильные медицинские учреждения, комитеты в детдомах, количество которых также росло, так как ширилась беспризорность. Проводились научные изыскания, готовились кадры, фельдшера, лаборанты, врачи. Кроме того, на ОРКОМ-здравом РСФСР в Казахстан были направлены 24 врача, и вдвое больше фельдшеров из Украины и Московской губерний. Прибывали добровольцы из Омска, Ленинграда и Москвы. На территории Казахстана в 1921 году имелось 150 больниц на 7751 койку, 87 врачебных участков, из которых только 27 были укомплектованы врачами, 221 амбулатория и 394 фельдшерских пункта. Для сравнения, до революции в Казахстане насчитывалось 98 больниц с 1800 койками, 96 амбулаторий. Была введена практика всеказахстанских совещаний и съездов медработников, начало которым положил съезд 17 мая 1921 года в Оренбурге, к моменту начала которого уже были основаны следующие отделы управления делами, организационно-инструкторский, сметно-финансовый, статистический, объединенный санпросвет для доведения санитарных норм, военно-санитарный, охраны материнства и младенчества. Уже организовывались лечебные, санитарно-эпидемиологические, охраны здоровья детей, отделы лечебных местностей, фармацевтические. Смеем предположить, что это также снижало количество умерших в те непростые годы. Советская власть не закрывалась от проблем, она их осознавала и признавала со всей мерой ответственности. С 19 по 27 февраля 1922 года в Оренбурге на второй общеказахстанской региональной партийной конференции выступил Менгеш. Голод стал настолько большим, что голодные истощенные кормили с трупами умерших. Голодное несчастье, распространившееся по всей территории страны, стало главным препятствием для развития хозяйственной и экономической жизни Казахской АССР. Оно не только пошатнуло фундамент советского строительства, но и вынудило выживших жить в нищете. Создавались массы комиссий, которые контролировали транспортные потоки, распределение продовольствия, сохранность семенного фонда, сбор помощи пострадавшим и так далее с вовлечением рядовых граждан. Всего в масштабах республики было создано 7 губернских комиссий, 46 уездных и районных, 1127 волосных, аульных и сельских комиссий, а также 556 местных комитетов взаимопомощи. Все это координировала Центральная комиссия от ЦИК КазАССР. Центральное руководство СССР, не ограничиваясь организационными мероприятиями внутри страны, не стеснялось просить помощи у всего мира, в том числе и пролетарского. Из обращения Ленина 2 августа 1921 года. В России в нескольких губерниях голод. Это тяжелые последствия отсталости России и Семилетней войны, сначала империалистической, потом гражданской, которую навязали рабочим и крестьянам, помещики и капиталисты всех стран. Требуется помощь. Советская Республика рабочих и крестьян ждет этой помощи от трудящихся, от промышленных рабочих и мелких земледельцев. Массы тех и других сами угнетены капитализмом, империализмом, повсюду. Но мы уверены, что несмотря на их собственное тяжелое положение, вызванное безработицей и ростом дороговизны, они откликнутся на наш призыв. Те, кто испытал на себе всю жизнь гнет капитала, поймут положение рабочих и крестьян России. Кратко добавим, что призыв был услышан. А теперь перейдем к последствиям голода. Он был устранен уже к началу 1923 года. А так как природных катаклизмов в несколько последующих лет не случалось, то организационные действия властей, которые, мы напомним, состояли из самих же трудящихся, заложили основу для выхода из кризиса. После ликвидации комиссии помощи к поводающим была учреждена комиссия по устранению последствий голода, послед гол, которая занималась устройством возвращенцев, выделялись социальные льготы, в том числе по 40 тысяч рублей на проезд. Да, такие тогда были цены. Крестьяне, получившие семенную суду на посев в голодные годы, были освобождены от ее возврата до 1924 года или же на совсем. А она составила в целом 11,5 миллионов пудов зерна. Для понимания, валовый сбор урожая при нормальных условиях был в районе 80 миллионов пудов. Беженцы освобождались от налога, а иные категории пострадавших были обременены льготным налогообложением. Желающим позубоскалить, почему налоги не были отменены вовсе, еще раз напомним, что никто их в карман не клал, а средства пускались в инфраструктуру и народное хозяйство, включая здравоохранение и образование. Экономические последствия голода были чудовищными, но их сложно оценить изолированно, так как они включены в общую картину бедствий, связанных с гражданской войной, интервенцией и разрухой. К тому же еще и на фоне кризиса, вызванного Первой мировой войной. Желающих, как всегда, призываем ознакомиться самостоятельно и мыслить критически. Мы же со своей стороны приведем некоторые исходные показатели для этого периода в следующем выпуске. Что же касается людских потерь, то тут тоже не все однозначно в связи с тем, что наблюдалась повышенная миграция населения, и переселенцы возвращались в свои регионы уже начиная с конца 1922 года. Это затрудняет подсчеты в рамках территории, тем более, что научные специалисты, видные и не очень, озвучивают абсолютно разные данные. Допустим, по словам историка Айжан Капаевой, погибло около миллиона человек, при том, что она заявляет, что это незавышенная цифра, по сравнению с теми, что приводят другие исследователи, которые говорят про миллион 750 тысяч только казахов. При этом, там же она упоминает про количество откочевавших, фигурирующее уже в 30-е годы, которое мы разберем в следующих выпусках. А далее произносит, что голод в основном коснулся южных регионов страны – Алматинской, Жамбылской, Залардинской областей. Хотя, как мы видим выше, их даже не включали в список голодающих. Странно. Сам же миллион, видимо, отсылка к уменьшению численности населения республики. Из научной диссертации Казиева Сатара Ширнязовича 2015 года. Массовый голод в крае привел к резкому уменьшению численности населения края почти на 1 миллион человек. Голод породил массовое бегство людей из голодающих районов страны. В 1920 году на территории республики проживало 4 миллиона 781 тысячи человек. В 1922 году – 3 миллиона 796 тысяч человек. То есть мы уверенно можем говорить только об убыли населения, часть из которого в тот же и на следующий год возвратились обратно. А убыль, если вдруг еще не до конца понятно, это смертность плюс миграция, а не исключительно безвозвратные потери. Подобного рода спекуляции и выдавание потерь за смертность встречаются повсеместно. И мы еще не раз о них скажем. Важно понимать, что переселения были нормой, а в кочевом укладе – самой формой жизнедеятельности. И эти так называемые потери на следующий год компенсировались обратным притоком. Отдельной формой спекуляции является включение в жертвы геноцида летальной иммиграционной убыли не казахского населения, призванное раздуть показатели. Отдельно вычислить потери русского, украинского и иных некоренных народностей, чтобы число было несомнительным, сложно. Опять-таки, в связи с переселениями и слабой системой учета в то непростое время. Но вот оперировать данными о казахах можно, так как казах, откочевавший в Россию или Узбекистан, все равно казах. А по переписи 1926 года в Союзе проживало 3 миллиона 968 тысяч казахов. Если использовать обратный коэффициент прироста, причем используя позитивный 4%, то на 1923 год получаем 3 миллиона 500 тысяч казахов. А разница между 3 миллионами 600 тысяч в 17-м и 3 миллионами 500 тысяч на 23-й год равна 100 тысячам человек. Понятно, что это абсолютная убыль, и с учетом ожидаемого прироста за 6 лет превышение над естественной смертностью будет выше. Но это даже не 500 тысяч. То есть условно отнимать эти 3,5 миллиона мы должны от 4 миллионов на 20-й год с сохранением коэффициентов 4%. Но мы не зря отметили, что это позитивный коэффициент, и скорее всего рост был ниже, и на 23-й год нам нужно отталкиваться от 3,6-3,7 миллиона, а на 1920-й с учетом жертв и лишений войны не могло быть позитивных 4%, как в мирное время, а было условно 3,7-3,9 миллиона. Таким образом, диапазон смертности был от 200 до 400 тысяч. Диссертация Краснобаевой под научным руководством Александра Алексеенко, нашего видного гемографа, которого уж никак не обвинить в сочувствии коммунистам, приводит цифру в 414 тысяч в качестве жертв голода, указывая, к слову, что это 18,5% от казахского населения республики, что приравнивает это население к 2 миллионам 240 тысячам, что опять же подчеркивает огромную миграционную убыль края, а сам процент жертв сокращает в полтора раза. Не могло, просто физически не могло практически получиться 4 миллиона казахов из двух или даже трех на момент 1923 года. То есть все крики о более чем 500 тысячах жертв – это спекуляции. Мы не говорим, что 200-400 тысяч – это мало. Мы говорим, что все эти миллионы – просто спекуляция на наших умерших предках. И да, фигурируют данные, что среди неказахского населения жертвы также были около 400 тысяч, но за их достоверность мы не ручаемся. Но убыль была сопоставима, страдали все, и исключительно казахов никто, естественно, не геноцидил. Итак, на дворе 1923 год. Голод преодолен. Наша молодая, еще автономная республика только начинает выбираться из разрухи. Идет процесс восстановления. Нужно что-то решать со всеми этими нескончаемыми бедствиями. Нужно строить, учить, лечить и переходить на оседлость. До 1930 года, еще 7 лет, и большевикам с сознательными гражданами было чем заняться в этот период. А нам есть о чем рассказать.